Краткий инструктаж перед взлётом, проверка обмундирования. После восемь сотрудников лесоохраны поднимаются на борт вертолёта. Перед спуском вниз каждый из участников должен проверить страховку и прицепить этот карабин к этому тросу. Начать движение вниз можно только по команде руководителя группы. Высота над землёй 40 метров. В среднем спуск одного человека занимает около 6 секунд. Пока одни в воздухе, другие готовят обмундирование на земле. Особое внимание при работе с тросом. Под контролем инструктора пожарные десантники укладывают спусковой шнур по принципу бесконечной петли. А потом крепится этот спусковой механизм. Цепляется вот за этот карабинчик. Верёвку отпустил, под своим весом поехал. Устройство безопасное, надёжное. Сколько лет уже работает. За несколько часов спуск с вертолёта отработала вся команда лесоохраны. Общая оценка за тренировку по пятибалльной шкале – 4. А совершили спуск, всё хорошо. Всё по плану выполнили. Получается тройка, три человека в группе. Что ещё? Каких-то непредвиденных трудностей не возникло? Нет, не возникает. Всё отработано давным-давно уже. Следующие учения, а это будут прыжки с парашютом, пройдут весной 2015 года. А в уходящем десантники-огнеборцы из Бурятии боролись с огненной стихией не только в нашей республике, но и в Красноярске, Иркутске и Якутии. В этом году получается по пожарным дням командировки нечто 25 дней получилось с командировочной сезон. Потушены пожары, за этот сезон, вот этой группировкой, послали один человек, это бурятская группировка, 50 пожаров потушено примерно. Батар Ламбай, Вячеслав Сурдюченко, Новости дня.